Субтитры делал DimaTorzok И это 16 серия прохождения игры Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation Ну в прошлой серии мы с вами американские чемпионаты проехали На вот этой вот тачаночке Ford Escort Ну а в этой серии, сейчас посмотрим, что мы сможем Ну так у меня уже кое-какие набросочки есть Вот Сейчас тогда мы с вами прикупим новую тачилу Вот А собственно говоря вот Audi Благо денежки у нас есть Audi TT Выбор небольшой Ну есть именно чемпионат под Audi Именно под Audi TT Под эту модель И он есть практически в каждой лиге Поэтому купив вот эту Audi Мы надеемся сможем ездить достаточно долго Так и вот мы с вами стали счастливыми обладателями Audi TT Сейчас давайте ее немножечко прокачаем Ну буквально, что мы ей Мощность немножко увеличим Наверное Так, сколько же нам дает интеркулер 231 Ну так скажем, на будущее сразу не нужно Да и вообще не факт, что они с локовой там ездят Так, ну давайте сильно много не будем Самую свежую резинку Точнее самую мягкую вставить Поставим медиум Так, ну и наверное Ну не знаю, компьютер или трубку Хочу купить Да, 250 лошадей Ну и я думаю Что на этом достаточно С мощностью Сейчас облегчим ее маленечко еще Выкинем из нее всякие ненужные детали Типа там кресел Обшивки Так, ну и Опять наша Единер Лиг Так, так, так Где нет? Вот она Турист Трофим Ну, собственно говоря Под правилами Подходим Ну тут одна машина Монокласска Так, это у нас будет чемпионат Из пяти трасс состоять Так что Будем сейчас биться за очки Так, ну что у нас первая трасса Какая? Оуу, Рим Рим Давно не было Рима Ну и сейчас Самый главный вопрос в начале Это Да Как там ходи них был Ухудрить Немного соперника Ну, кстати говоря Хорошо, что я ее подпрокачал Потому что если бы на стоковой поехали Нас бы, наверное, тут Дрюкнули А так Будем чуть-чуть быстрее Чем они Сейчас вот по этому Риму едем И он По сути выглядит так Как он выглядел В начале киношки От второй Гран-туризма Вот Эти Фонари Вдоль улицы Вдоль трассы Брусчатка Вот, кстати, вот По брусчатке сейчас Едем Чувствую Такую Массаж Такой Колизей Достопримечательности Все Римские Не знаю У фонтана Чего-то не видно Опять я это Выключил Электронный помощник Забыл Блин Неудобно, конечно Потому что на каждой машине Надо отдельно Отключать Оно вроде бы Реалистичнее Да Что Каждую новую тачку Берешь И ее там Настраиваешь Типа Общей менюшки Нету Для всех машин Но это все-таки Играй Поэтому Удобнее Гораздо Сделали дальше В следующих частях Что Просто Отключаешь В опциях Эти Помощники И все Они уже Не надоедают Хотя в принципе Сейчас так Подумал Резон Есть И На каждую Конкретную машину Да Электронику Вот так вот Ставить Потому что Мало ли С какой-то машиной Мощной Вы не можете справиться И Надо включить Только на ней Помощники Электронные Раз Клац Все А на остальные Как бы это Не отражается А так В меню Придется Включать И Типа Неплохая машинка ДТ Тешка Ну Мы с ней знакомы Еще со времен Второй части Рантуизма Там у Audi Была Спешл Модель Такая Audi DD LM Edition Правда Она Была Молокриводная Сейчас Мы едем На передний Привод Так Ну вот Начало Многообещающее Все Audi DD Как ни странно И кто бы Сомневался Что выиграет Audi DD Что у нас Там за Следующая Гоночка Будет Что ждут У нас Лагуна Сека Так Давайте Еще Отключим Стабилизаторы Все эти Они нам Сега Сега Так Ну и давайте По традиции Как она Пупсовать Стала Даже По Могу Стала Стартовать Ничего Ничего Старт С места С С Ну и в общем Как уже Заведено Поговорим О формуле 1 Прошел На прошедших выходных Был этап Грампри Германии Ну и о прошлой серии Говорил вам Вот И Сейчас Наступила Долгая Долгая Летняя Пауза Блин Не знаю Как я ее Пережу Правда Сейчас Олимпиада Начнется Хотя Если честно Я Не любитель Олимпиаду Смотреть Я уже Какую Олимпиаду Подряд Пропускаю Так Иногда Может У нас Точет Посмотреть Так Если честно Тем более Там Половину Наших Котлетов Не допустили Точнее Котлетов Вообще Не допустили Поэтому Че там Ну Синхронное Плавание Посмотреть Наверное Самый Удивительный Вид спорта Вот Ну ладно Отвлеклись Немножко От Гонок В общем Гранпри Германии Меня Разочаровал Очень Сильно Прям Я Сидел Почти Плевался В экран Ну Потому Что Блин Росберг С самого Старта Просрал Все Стартовав С пола Блин Откатился Аж на Четвертое Место На старте И Застрял Позади Гэдбулов Причем Так И Долго Не мог Обогнать Квят Что-то Тоже Совсем Клеится Да Да И Вообще Какая Это Конка Была Такая Обгонов Мало Хотя Хакенхайм Всегда Жбешь Просто Уйму Обгона Борьбы Такая Трасса Позволяющая Обгонять И Просто Такие Заставляющие Иди На Обгоны Какая-то Достаточно Крестная Была Гонка Вот Поэтому Я Разочарован И На Летний Этот Перерыв Я Именно Ушел С Плохим Настроением Вот Ну Те Кто Болеют За Хэмильтона Понятно Те Радовались Но Мне Тревожно Уже Немножко Разрыв Между Двумя Лидерами Чемпионата Уже 19 Встал То есть Росберг В итоге Прорвался Все-таки На второе место Но Накосячил Там Опять же И Обгнал Ферстаппина С блокировкой С выдавливанием В общем В итоге Его наказали Пятью секундами Прибавкой Времени Пяти секунд На пидстопе Команда Еще Считала Что Его мало Еще и Продержала Его Вместо Восемь Секунд В итоге После Пидстопа Последнего Он оказался Позади Опять Обоих Бэкбулов И Уже Ничего Поделать Не смог Там Отставание Чуть-чуть Сократил Команда Больше Я не был Способен Так Тем временем Мы Вторую Гонку Одолели Спокойненько Так В спокойном Темпе Вот Ну Думаю Это Чемпионат У нас Сложностей Никаких С ним Не должно Быть Вот Поэтому Хамильтон Выиграл А Росберг Заняв Лишь Четвертое Место 12 очков Соответственно Проиграл Ему Сразу 13 Соответственно Очков И 6 Теперь У них Разрыв 19 Очков Ну И После Перерыва Летнего Желательно Бы Росберг Начать Отыгрываться Вот Над Квятом Все Пущи Тучи Тоже Скоро Роса Молчат И Все Больше Слухов Что Нам Заменить Его Хотят Даже Слухи Появились Что Походу Сезона Уже Могут Заменить Ну На Своего Протеже Ж Редпулов Смолчика Сейчас GP2 Едет Француз Француз Ой Забыл Фамилию Какая интересная Мобилья Ну Не помню Ладно Вот Единственное Радует Гран-при 2 Тоже В Хоккенхайме Был Этап У них Две гонки Прошло И по итогам Этих Два гонок Серега Сироткин Вышел В лидеры Чемпионата Это Это конечно Очень круто Это Очень радует Благо Что Серега Он у нас Тестпилот Рено И После гран-при Великобритании Он в тестах Участвовал За Рено Вот И В общем Выступив сильно Теперь В гран-при Германии Видят лидеры Правда там Они Делят лидерство Между собой С этим С Гасли О Вспомнил Гасли Вот этот Французик Он является Еще и Гогуловским ПТЖ Вот И На него Поменять Дань Курпион Вот И В общем Они Между собой Делят лидерство Сережка Сироткин И Герго Сли С 13 Минут Очков Вот И До финиша Чемпионата У них там Тоже Еще Достаточно Далеко 4 4 4 Страны Как бы Еще Предстоит 4 Гран-три Но В них По 2 Гонки 8 Гонок Так что Еще Далеко Конечно До чемпионства Но Все равно Хорошо Что он Так едет Там Гран-три 2 Вот Одно Время Помню Там Маркелов Лидировал Артем Но Сейчас Он Что-то Сдал Зато Есть Второй Россиянин Наш Кто Подхватил Флаг С нами И Вынес Вперед Вот Так что Молодец Серега Хоть Какая-то Отмушена Какая-то Отрада Что Уходим Гран-при 2 У нас Дела Идут Хорошо А там Глядишь И Чем Черт Не Шутит В следующем Году Серега Формуле 1 Дебютирует Потому Что Из Ликвиата Выпросят По сути Он Как и Петров Три Сезона Провел Формуле 1 И Все Ну ладно Не будем о грустном Еще Ничего Не все Еще Абсолютно Ничего Не ясно Официальных Никих Заявлений Не было Поэтому Все пока Нормально Тем более Что Вроде как Там Вилимся И в интересовстве Нашей Данькой Вот Так Тем временем Мы с вами Третью Гоночку Осилили Ну Тоже Я говорю Проблем Пока По крайней мере В этом Чемпионате На уровне Бегинер Проблем Нет Что-то Будет Дальше Так Так Это Третья Две Гонки Осталось Нам Проехать Что же У нас Что же Нас Ждет Упереди Сейчас Посмотрим Оу Е Начинаем Так R11 Или r5 R11 Оо Да Великое Ужасное Правда Ни настолько Великое Ни настолько Ужасное Это Это было в первой части, но все-таки она остается одной из самых сложных трасс в этой части Гран-Туризма и, наверное, вообще во всех частях, крайне мере, из оригинальных трасс. Да, потеряв свой участок с двумя двойными шиканами, Тасса, конечно, потеряла в сложности немалую долю, надо сказать, но вообще не знаю, нафиг они это сделали. Такой четкий участок, ну, прям вообще, прям изюминка трассы, она сейчас, сейчас они ее убрали, она все равно, конечно, остается очень сложной техничной трассой, но немалую-немалую долю растеряла своей притягательности. Ну, шо такое такое? Обезопасили просто, аж противно. Из этой связки такая выхолощенная стала. Бери и сам создавай с нуля на редакторе ТРАСС. Но для редактора ТРАСС нужен достаточно мощный планшет, коим я не располагаю, к сожалению. На телефон почему-то приложуха не хочет устанавливаться для создания трассы. Не знаю, что ей нужно за телефон. Народ жалуется, что и на мощные телефоны ставится, поэтому непонятно, почему не на всех устройствах выпускается приложение. Так, ну, раз пошла такая пьянка, давайте немножко тогда как раз поговорим о горячо ожидаемой всеми фанатами Гран Туризма Спорт. Она, то бишь, Гран Туризма Спорт выйдет 16 ноября и поступила недавно, ну, как бы, свежая порция информации о ней. И, в общем, разработчики обещают, что игруха будет вообще самой инновационной со времен аж самой первой части Гран Туризма. Еще с первой PlayStation. Ну, то есть, это очень громко сказано, конечно. Вообще, в Гран Туризма Спорт... Ну, вообще, начать с того, что это будет как бы неполноценная номерная часть. Вот, то есть, это будет... Ну, типа, такой здоровенной демо-версии или что-то типа Гран Туризма Пролога, да, вот, как они привыкли выпускать перед полноценной частью. Но более расширенная все-таки версия даже, чем Прологи до этого были. Вот, обещают на старте игры 137 машин будет в игре. Ну, то есть, на старте это значит, что они ее собираются, естественно, поддерживать и дальше, и добавлять туда еще машины и трассы, может быть. 19 трасс, 27, по-моему, вариантах. Ну, то есть, видимо, там, короткие какие-то варианты, трасс будут длинные. Вот, ну, в принципе, это неплохо. Очень неплохо. Это гораздо больше, чем было в Прологах до этого. Последний Пролог был, там, перед пятой частью, там, по-моему, всего шесть раз было, или даже пять. Вот, так, что они там еще обещали у нас? Угу, так, машины, трассы. Да, машин будет классы обычные, стоковые, ну, дорожные, как бы, машины. Спортивные, потом класса GT3 и класса, ну, LMP1, или как, класс спорт-прототип, точнее. Плюс сюда же идет Vision Grand Tourism, вот эти концепт-кары. Вот. Машины будут, которые присутствовали в предыдущих частях, но тут разработчики уже конкретно прямо обещают, что машины эти будут все абсолютно переработаны на, ну, на новый движок. То есть, не будет уже, там, никаких стандартов, там, и прочего. Так, вот мы с вами закончили R11, и, что, последняя трасса осталась? Получается. А, что это у нас? Что за трасса такая? О, Монако! Ух ты! Почему везде она называется Повод Лазур? Ну, типа, побережье, да? Лазурное побережье. Почему Монако не назвать? Ну, как бы. Всем, наверное, привычнее. Это значит, Монако еще в третьей части появилась. По-моему, до этого мы еще с вами не ездили по Монако. А, прикольно. А я и забыл, что в третьей части есть Монако. Да, вот сейчас я его увидел и вспоминаю, что даже в журнале Official PlayStation Magazine, про который я вам рассказывал, и вот как раз статья была у меня, обзор на Grand Turismo 3A-Spec, на которую я долгие годы облизывался, на эту статью. Там как раз, да, было тогда, помню, схемы трасс всех были. Я увидел там вот эту трассу Коу-де-Зур и смотрю, что это в Монако. Интересно. Неужели есть какая-то похожая, что ли, или... В общем, я тогда не совсем понял, что это такое, почему оно так именно называется. Если честно, я и до сих пор не совсем понимаю, почему оно так называется в игре. Ой-ой-ой. Блин. Запинали. Собаки. Ну вот, кстати, насчет Монако. Монако есть и в шестой части Grand Turismo, но оно там... Мне не нравится, что асфальт тут очень гладкий. Ну, то есть, многое теряется у шарма, что ли, у трассы, вот из-за того, что... Видимо, они смогли оцифровать, как они это делали с другими автодромами, но потому что, сами понимаете, в Монако оцифровать трассу очень сложно, потому что она, собственно говоря, трассой-то и не является. То есть, она является трассой там всего лишь несколько дней в году, когда идет Grand Prix Монако в Формуле-1. Как бы и все. А отдельно приезжать и в какие-то другие дни, она просто является общей... Ну, дорогой общего пользования. И, видимо, с этим большие сложности. То есть, когда оцифровывать-то ее... Ну, и, видимо, может быть, дорого. А может, вообще не разрешают. Поэтому они, ну, как бы, схема тот раз, да, она все учтена. Но вот асфальт очень гладкий. Даже тут кочки вот нету здесь вот на спуске знаменитой этой, Монакской, на которой все время скользила в Ферраре Жиля Вильнева. Сносит всех четырех колес в боковом скольжении. Вот, поэтому... Трасса, конечно, сложная, но... С кочками она была бы еще прикольнее. Вот. Так, ну, что по части Grand Tourism Sport еще? Плохо, что пока нету списка трасс вообще. То есть, какие там будут... Ну, судя по демо-версиям... Точнее, не демо-версиям, но вот бета-тест, который был и презентация. Ну, как бы, естественно, там будет Нюрнбург Ринг, северная петля. Вот, на ней ездили в бета-тесте. И... Виллоу-Спрингс, по-моему, там будет. Но, ну, тоже переработанная. Вот она в шестой части есть. Это американский автодром в Техасе находится. И, ну, не знаю. Больше я ничего не видел. Пока они достаточно... Ну, так... Информацию дозированно выдают. Да, и как я говорил уже... GT Sport, она будет очень сильно на онлайн ориентирована. Но будет также в ней и... Ну, карьера оффлайновая, естественно. Вот. Кстати говоря, я вот боялся за это, что там не будет совсем никакой карьеры. Но нет, будет. И в ней будет 115 заданий. Изначально было 117. Но сейчас вот уже на данный момент выпилили еще два задания. Ну, не знаю. По каким-то причинам разработчики. Вот сейчас сократили до 115. Вот. Заданий. Значит, в оффлайновой карьере. Ну, плюс туда вернется музей-режим. Ну, те, кто играл в Gran Turismo 5, помнят это. То есть, там такие карточки были. Ну, машин разных и к ним описание. Вот. Но написано, что вернется в переработанном виде. Ну, посмотрим, как это будет. Вот. Так, что еще? Помню я и сказанного. Да, и... По-моему, я об этом говорил уже, но... Появится редактор, как бы... Редактор красок, что ли. То есть, можно будет самому, по своему усмотрению, вообще абсолютно рандомно раскрашивать машины. Это очень круто. Я вам уже говорил, что я в гоночных играх люблю такие приложения, где вот можно... Ну, я, например, часами могу сидеть и придумывать какую-то раскраску там. Мне это нравится. Я очень рад этому, что возвращается это. И теперь любую машину можно будет раскрасить. На этот счет очень сильно Леха должен обрадоваться, по-моему, по-моему, о котором я вам многочислено рассказывал. И что он прям еще со времен второй части, ну и по сей день сильно разочарован. Ему тоже очень сильно нравилось. То есть, что раскрашивать все машины можно. Ну, вот в первой, как вы помните, части можно все раскрашивать. Начиная с второй, гоночные раскраски были доступны не всем машинам. Вот сейчас возвращается эта возможность. Да плюс еще и можно самому будет раскрасить машину. Вообще, как-то я заблагорассудился. Так что... Круто, 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 круто. Так, ну, тем временем мы и Экоу Дезур проехали. Так, а что Next-то? А, ну, понятно. Next, Next-то бабосики нам сейчас начислят. Так, ну, отлично. 120 тысяч. Вроде бы из кризиса денежного выбрались потихонечку. Так, ох-то, опять несколько машин. Четыре, да? Ну, какую дадут? Ага. Вы че, блин, издеваетесь, что ли? Не, вот это вот вообще уже перебор. Но я и так еду в моноклассе, где только Audi TT. Так, ребята, если я его проехал и дошел вот до сюда, что вы мне выдаете тачку, значит, у меня она уже есть по-любому. Ну, как вот так можно, а? Ну, там, понятно, четыре машины, и вот мне... Я супер удачливый. Ну, да, абсолютно такая же. Блин, зашибись. Ой. Придется потом переезжать. Так, ладно, давайте посмотрим, что еще можно проехать. Так, вот здесь еще Турист Трофи. Ну, блин, это слишком долго получится. Уже полчаса серия идет. Так, что еще? Тайп-Р, Легенды, Серебряные Стрелы, Алтеза. Так, а вот это что такое? Заезд красной эмблемы. Это ГТРы, что ли, здесь чисто? Да, походим. Так. А, Бегинер у нас почти все тоже пройдено. Остались вот эти вот моноклассы, да? Так, Битл. Ох, супермощный чемпионат Гранд Туризма. Тоже Алтеза. Серебряные Стрелы. Ага, и атмосферники еще остались, да? Тоже так. Знаете, что я подумал? Ха-ха. Сейчас мы с вами тачечку прикупим. И тачечка эта будет, которая одна из моих самых любимых. Хондочки. Ну-ка, какая, как вы думаете? Конечно же, конечно же NSX. Ох, как он, блин, стоит, да? Сотку почти нефига. Желтый. Однозначно желтый. Красавец, иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. Вот. Теперь и в GT3 у меня есть NSX. Ах. Так, сейчас тогда... Че там? 21 тысяча. Блин, колеса. Колеса, конечно, это сразу плюс 10 к харизме. Ха-ха-ха. Да нет, управляемости, конечно. Так. На харде поедем. Так, и теперь... Для NSX-а, кстати, работы много. Он у нас атмосферник, он у нас тайперовский, он у нас среднемоторный. Так что, пахать тебе и пахать, мой белый. Так, пяток тысяч под правило подходим. Ох, Эприкат Хилл, мы еще и трассы такие-то. Великолепно. Кто бы Эприкат Хилл в реальности построил? Ребята, давайте бабосиками скинемся. Герман Утильки. Пускай построит Эприкат Хилл. Где-нибудь у нас тут. Под Владивостоком. Нет, че под Владивостоком? Вон тут. У нас в партизанский. На каменке где-нибудь. Так. Вот, видите, я сразу запомнил, что надо включать электронику. Да, NSX, смотрите, какой NSX крутой все-таки. А, четко вообще просто. Пока он будет не такой бешеный, еще он у нас в стоке. Резину я бы поменял. Поэтому управлять им будет очень приятно. Да, он, конечно, на голову выше всех остальных. Пока что. Мы в бигиннере участвуем. Вот. И, значит, проблем тоже не будет. Так, ну, пока идет гонка на расслабончике. Завершим с GT Sport. Так, я закончил на рассказе о режиме покраски. Рандомном абсолютно. Вот. Что там у нас еще? Значит, будет в Gran Turismo Sport. Там существенно расширят опять режим, ну, Gran Turismo Live. Ну, или Live. То есть, опять же, в пятой части он был. И там, ну, помимо того, как что выкладывали там какие-то моменты осознания игры, там, интуизма, прочь какие-то вещи. Там Top Gear был несколько передач. Потом соревнования какие-то, дрифтовые выкладывали. Но, если честно, обещали гораздо больше, чем на самом деле там было контента в итоге. А здесь обещают его расширить и даже показывать прямые трансляции с автогонок различных. И прямо еще и с комментарием. Будет какой-то свой комментатор. В этой связи интересно узнать, а будет ли это адаптировано все под регион. Ну, то бишь, чисто будет англоязычный или вообще, я не знаю, японский. То есть, про это ничего не сказано. И было бы интересно узнать, кто тогда, если будет адаптировано, кто у нас тогда этим всем займется. Кто будет комментировать. Ну, конечно, в самых своих дерзких мечтах я вижу там Алексея Попова. Но, понятно, что это неизбыточная мечта. Вот. Ну, может быть, кто-то из все равно наших знаменитостей появится. Но, вряд ли, конечно. Скорее, какой-то просто. Ну, не знаю. Может быть, даже знаменитый какой-нибудь летсплеер, может быть, будет еще что-то по автогонкам. Ну, как-то так, в общем, наверное. То есть, не какая-то прям знаменитость. Журналистка. Вот. Из сферы журналистики. Ну, ладно. Это я вообще все мечтаю. То есть, там про локализованную версию франтуризма лайв вообще ничего не сказано. Так, это что касается лайва. Еще они сказали, что... Что, 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 что. Блин, как улетел из головы. Только хотел сказать. И выветрилась мысль. Ну, NSX слишком быстро едет. А, VR. Вот. PlayStation VR хотят прикрутить. Но сразу делают договорку, что не факт, что успеют. Потому что времени не так много осталось. Кстати, про процент готовности игры. Они тоже сказали, что она готова на 70%. И если честно, это как-то маловато. То есть, она выйти должна уже через 3 месяца. А, всего лишь 70%. Ну, как-то это мало. Но, может, будут в процессе допиливать, как это обычно. Бывает сейчас с гонками. Да и вообще с играми. Так, следующая трасса у нас Grand Wallet Speedway. И вот, чем дальше мы проходим. Все больше и больше чемпионатов. И действительно, здесь почему-то нету коротких вариантов трассы. То есть, только полноценные. Непонятно почему. То есть, типа, имея полноценную длинную версию трассы, я думаю, сделать короткую и короткие варианты. Ну, то есть, локация, значит, уже прорисована вся. Хотя, почему не сделаны короткие версии, непонятно. Ну, это худо-бедно, но еще бы увеличило количество трасс. Хотя, как бы, ну, в третьей части их как раз не так много. Хотя бы были бы короткие версии еще трассы. Они тоже, как бы, разнообразивают геймплей. Но тут что-то они не постарались на этот счет. Так. Да, еще фоторежим. Фоторежим тоже будет в GT Sport. И будет, опять же, в расширенном варианте. И, ну, те, кто знают, те знают. Те, кто не знают, я сейчас немножко расскажу. То есть, в пятой части можно было вообще всего одну машину. Ставить, да, в фоторежиме и, ну, клацать ее с разных ракурсов. В шестой части увеличили до двух машин. Сейчас можно две машины поставить. Ну, в разных ракурсах тоже их там попутать. И можно еще и пилота туда поставить. Ну, аватар, как бы, свой. Чтобы он там пафосно стоял рядом с тачкой. Вот. А в GT Sport вообще убрали все ограничения на количество машин в фоторежиме. То есть, можно будет туда запиндюрить, видимо, 16 машин. Или, или, или. Ну, по-моему. Насчет, кстати, количества машин на трассе. Я что-то... По-моему, тоже там увеличили их. Сейчас их уже не 16, а, по-моему, до 24, то ли до 20 увеличили машин. Но тут я не точно могу ошибаться. Вот. Ну, и в фоторежиме можно будет рендерить фотки вообще в разрешении 4К. То есть, там какое-то сумасшедшее качество будет. Снимков. Ну, круто. Что я могу сказать? Все-таки действительно классно. Можно будет прикольные заставочки всякие делать сразу. Предваряющие видосики. Вот. Ну, и... Наверное, все. А, ну, еще она выйдет в двух вариантах. Нет, даже не в двух, а в трех. Стандартное здание. Ну, просто коробка, да, с иной. Потом стилбук. Ну, то бишь, металлическая упаковка. И там будут какие-то плюшки, бонусы. Не сказано, какие. Ну, скорее всего, может, коллекционные какие-то модели. Может, уникальные раскраски. Может, там, кредитов еще набросят по старте игры. Ну, для меня это не столь важно. А вот еще будет коллекционное издание. И в коллекционке там будет еще модель. Моделька нового Mercedes AMG GTS. Вот. В разрешении... Тут и в разрешении. В масштабе 1,4,3. Ну, как, собственно, было и в пятой части там SLS. Mercedes. Был доступен. Так же. Вот. Такие дела. Вроде бы все рассказал. То, что знал. Эти новые подробности о GT Sport. Ну, как-то все больше и больше обретает она какую-то законченную форму. Будем надеяться, что никаких переносов не будет в игрухе. Что она выйдет вовремя. Потому что пятую часть, если кто помнит, ее переносили. Ой. Раза, наверное, три, а то и четыре. Вот. И даже уже когда вроде бы все было готово и она должна была выйти там в конце ноября. И все равно перенесли еще потом на три недели. В итоге она в декабре вышла. Вот. Ну, с шестой частью, правда, по-моему, переносов не было. Не помню я такого. Но будем надеяться, что не будет и здесь. 16 ноября, в общем, ребята, начнется новая эпоха в истории. Гранд Туризм. Вот так вот будет. Так, ну ладно. Тем временем мы вот так проехали еще и Гранд Воллей. Тоже без особых проблем. Так, осталась последняя трасса. И что же это будет за трасса? Ага, и Прикат Хилл тоже. И в обраточку. В обраточку. Ну, в обраточку она посложнее, чем прямо. Ну, хотя проблем все равно не будет. Я так думаю. Потому что соперники, конечно, послабже здесь достаточно. Да, NSX-ик, конечно, супер машина. Особенно, когда он еще не прокачанный, не тюнинговый. Он такой... Ну, характера у него нет такого особо своего. Хотя он поворачивает хорошо, так же, конечно. Но он еще не такой, как бы, бешеный. Я все время, как за NSX сажусь, не знаю, как у вас. А у меня сразу начинаются картинки в голове, воспоминания о нашей с вами гонке еще в первой части Гранд Туризма на Гранд Волле. Ну, значит, в чемпионате на выносливость, где я там на NSX боролся, в общем, с NSX больше с ним, а не с соперниками. И в итоге смог Гранд Волле проехать только со второй попытки, потратив достаточно много времени на его настрой. Машина, конечно, очень своенравная, когда находится на пике формы, так скажем. Когда в тюнинге. Вот, вот это место у меня всегда в Априкат Хилл. Когда в обратку, но... Слепой там поворот на изломе еще, наверное. Ну, то есть трасса вертикально перегибается. Блин, не видно, не поворачивай. Там еще так траектория чернеет. Кажется, что надо раньше поворачивать. Часто там вылетаю. Ну, да, здесь они поближе держатся от нас, ребятки. А, вот что еще вспомнил-то про GT Sport. Я и так уже обратил на всех этих реплеев внимание на то, что со светом они опять очень классно поработали. И сейчас он там вообще у них на каком-то уровне. Ну, уже вообще реалистичный. Реалистичнее, чем в реальности. И вот в этой новости там тоже писалось, что они действительно со светом упоролись. И, ну, как бы уделили этому очень много внимания. И им пришлось настолько у них, как бы, ну, получился свет реальный, что они даже уровень... Ну, уровень света фар на каждой модели машин измеряли, чтобы он, как бы, ну, отображался реальнее внутри игры. Вот, то есть даже вот такая технология есть, что в игре будут даже фары светить у каждой модели так, как они светят действительно в реальности. Плюс они еще там, ну, как бы, смотрели, как, короче, красят машины, как вот ложится краска, да, как она бликует, какой у нее оттенок именно при таком освещении, при сихом там. То есть, ну, уделили очень большое внимание еще как бы отплескам, то, как ложится свет, на какую краску. Вот, и, ну, в общем, со светом они молодцы, конечно, упорываются. Ну, и окружающая среда там стала гораздо лучше выглядеть, потому что их у фанатов сильно прям бомбило, что... Ну, и вообще не только у фанатов, а вообще у многих, что в шестой части, да и в пятой. Окружающая среда, трассы выглядели не очень. Так, ну, нам дали тоже Honda. Это у нас CRX. Среднемоторный тоже. Небольшой такой автомобильчик. Так, ну, дальше у нас еще вот Type-R митинг будет. Здесь тоже, как я уже сказал, пригодится. NSX, да, он подходит под правило, не ругается. 5 трасс. Tokyo Air 246. Кстати, вот еще что будет. Трасса какая в GT Sport. Это Tokyo. Только не Air 246, а какой-то там новый Expressway. Что-то такое. Как-то так называется. Это новая трасса. В Tokyo. Так, ну, вот это у нас. Такой CRX, значит. Дали нам. Опять сюда зашел. Не-не-не. Так, ну, блин, что-то, конечно, машины не очень. Дали, ну, у Saudi, это, конечно, у меня вообще бомбануло. Блин, ну, как так можно? Ну, ладно. Ладно. Придется нам эту Audi продать потом. Ну, а сейчас давайте на этом закончим. Надеюсь, что вам серия понравилась. Вот, прикупили мы уже сами машинку. Я очень рад, что это NSX. Вот, надеюсь, что вам тоже он понравился. Ну, а с вами, как всегда, был Скутер. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Все ссылки, как обычно, будут под видео. Вот. Ну, и ставьте лайки, комментируйте. Все как обычно. Ладно, все. Всем пока-пока. Увидимся в следующих сериях. Берегите себя и свои машины.